Привет, благодаря компании 070, очередной фонарик торгового марка Nightcore EC4. Собран на диоде XML2U2, питается либо два аккумулятора форм-фактора CR123, либо два 18650. Дает нам 1000 люминов, 322 метра засвета, 260 часов работы, 26000 кандел интенсивно-светового потока, 5 лет гарантия от производителя. Фонарик в масштабе 1 к 1 в полный рост, внутреннее устройство, то что самое интересное в этом фонарике. А что самое интересное, то что в довольно компактном корпусе мы имеем два аккумулятора 18650. То есть не вот такую вот палку размером 40 см, а вполне такой компактный фонарик. Давайте посмотрим, что внутри. В пластиковом блистере, как обычно, чем не перестает радовать, конечно, компания Nightcore, это замечательная упаковка своей продукции. Итак, здесь у нас чехол, zip, инструкция, гарантийные обязательства, вписанная модель фонарика, вписан серийный номер, это очень здорово, это классно. User Manual, на русском языке, естественно. Режим работы, фонарик у нас пятирежимный, от 1 до 1000 люминов и соответствующее время работы. У нас соответствует стандарту API X8, то есть влагозащитный. И внутреннее устройство. Вот так это выглядит. Классная инструкция. Дальше у нас zip комплекта нету, это только темляк. И чехольчик. Чехольчик, как обычно, внутренний апринс, наружи кордура. Чехол с тройным подвесом. Колечко, стропа с липучкой и колечко для карабина. Давайте посмотрим, как здесь фонарик удобно внутри размещается. Да, вот так вот. Здорово, без всяких проблем. Может быть излишне свободно. Не знаю. Вполне возможно, компания Nightcore этот чехол использует не только для этой модели, но как-то свободновато. Хотя, ну и давайте к фонарику поближе. Вот так вот он выглядит, но очень компактно. Очень компактно, как для фонарей, в котором два аккумулятора 18650. И, кроме того, что он компактный, он еще такого вида футуристического. Вид профиль, анфас, один борт, второй борт чистый. Здесь у нас название модели и электронный адрес производителя. Радиатор с двух сторон. Ну, скажем так, вот первое впечатление от этого фонарика, это такой себе, ну, я не знаю, тот фонарик, который всегда у вас стоит там в прихожке и дежурит. Фонарик, который находится в режиме ожидания. То есть фонарь на всякий случай, чтобы был. То есть я бы не сказал, что он какого-то ярко выраженного назначения. То есть это не турист в чистом виде, это не поисковый фонарь, не подводный, не тактический. Его, в принципе, наверное, можно установить в качестве подствольного. Но ввиду того, что здесь нету тушки, стандартной тушки, круглой, да, то установка его будет, я думаю, затруднена. Хотя и возможно. Вот. Скорее всего, это тот фонарь, который находится на боевом дежурстве, используется по дому, как некий универсальный фонарь. Голова выполнена вот следующим образом. Довольно-таки глубокий и гладкий рефлектор. То есть, в принципе, этот фонарь должен давать неплохой луч засвета. Органы управления, кнопка вкл-выкл и смена режимов. Давайте посмотрим теперь сзади. На фонарик здесь у нас крышка батарейного отсека. Она круглая и большого размера. По центру резьба. Резьба под обычный штатив. То есть, можно установить на любой фото-видео штатив и использовать как осветительный фонарь для какой-то там территории. Вообще, первое впечатление, сразу берешь в руки и что-то такое, как будто он твой. Как будто ты им уже давно владеешь и как будто вот что-то из детства. Не знаю, но он напоминает какой-то советский фонарик. И причем напоминает этот фонарик с позитивной стороны. Вот берешь и что-то такое рудненькое. Все сразу легло. Очень удобно, очень компактно. Но в то же время очень энергоемко. Почему? Показываю почему. Откручиваем крышку. Открывается доступ к батарейному отсеку. Ну, вот так вот выглядит крышка. Плюсовой контакт плоский, минусовый контакт, соответственно, у нас пружинка. Вот батарейный отсек ответный. Крышка имеет два таких вот зуба. Не знаю, как это. Которые центруют ее в батарейном отсеке. И, собственно говоря, крышка по вот этой резьбе, вот так вот выполнена резьба, навинчивается. То есть, резьба с таким большим радиусом. Вот, она навинчивается сюда. Ну, давайте посмотрим, как это работает. Установим аккумуляторы. В данном случае это KeepPower 18650. К плоскому плюс. К пружинке минус. Да, возможно, это не совсем удобно. Ну, как? Не то, чтобы прям сложности какие-то. Ну, надо соблюдать полярность. Соответственно, крышка плоский на плюс. Пружинка идет на минусовый контакт. Завинтили. Ну, и, в принципе, фонарь у нас готов к работе. Кнопочка включаем. Стартует, наверное, сейчас на максимальном режиме. Кнопкой MOOD переключаем режим, вот, минимальный, второй, третий, четвертый и пятый. Турбо-режим выключаем. Если мы нажимаем и удерживаем кнопку питания, то у нас фонарь стантует на минимальном режиме. Если нажимаем и удерживаем кнопку MOOD, то фонарь стартует на максимальном режиме. на максимальном режиме нажимая и удерживая или на любом другом попадаем в режим стробоскопа еще раз удерживаем это у нас проблесковый маячок и если еще раз то это будет сигнал то есть управление довольно таки стандартное как для любого фонаря от компании Nightcore если честно, вот этим фонариком доволен чрезвычайно здоровский фонарик давайте посмотрим, что покажут тесты потому что именно эксплуатационные характеристики для любого фонаря это наиболее важно до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал!